Сириус. Ярчайшая звезда на земном небосклоне. Светимость Сириуса в 26 раз выше светимости Солнца. Это одна из ближайших звезд к планете Земля. И это третье ярчайшее небесное тело на небосклоне. После Луны и, пожалуй, Венеры. Здравствуйте, друзья! С вами снова я, Захарыч Блаженный. Но поговорить я хотел не об астрономии и не занимательной астрономии. Как в свое время писал замечательный писатель книги Перельман. Занимательная астрономия, занимательная химия, физика. Вот нет, не об этом. Речь пойдет скорее о занимательной психологии. Ибо я являюсь автором книги «Люди и их тараканы», научно-популярной книги о психологии. Да, мой предыдущий, последний главный редактор говорил, слово «являться» – это паразит. Избегайте его в написании статей. Являться, являться, являться. Я такой бунтарь. Здравствуйте, друзья! Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. По мере возможности и желания поддержите мой труд. Труд непростой, весьма рискованный. Труд говорить правду и по-честному рассказывать свои умозаключения в величайшей в истории стране лжецов. Итак, поговорим о психологии неизбранного, непривитого и обнуленного. Альфа-нац-мачо-самца-мач-лидера. В общем, как-то так. Имя его противно произносить вслух, поэтому не будем. Посмотрим на две, знаете, маркерные точки. Как я их называю? События. Два события, которые нельзя изменить. Первое. Наконец-то в Армении, в Нагорном Карабахе заключен достаточно прочный мир. Этой ночью Россия начала отправку туда 1950 военнослужащих из миротворческого контингента. Надеюсь, да не упадет ни один волос с их голов. На точке разграничения. Азербайджану отойдут значительные территории Нагорного Карабаха, целые районы. Армения оставит за собой вот этот Лакский коридор, эту дорогу, которая ведет Нагорный Карабах. Но лишится целого ряда населенных пунктов, городов и так далее. А вторая маркерная точка, дорогие друзья, это то, что территории Сириус будет придан статус федеральной территории. Это по новой конституции, если кто внимания не обратил, а никто из нас, походу, и не читал, потому что противно в руки брать, так же, как и фамилию одну произносить. Так вот, по этой конституции, друзья, есть федеральные территории, которые являются, по сути, вотчинами обнуленного, неизбранного и непривитого. Вот так вот. Сириус, что это такое, друзья, лучше всего вам расскажет блогер Борис Тюменцев, который о различных недобрых и отвратительных пристрастиях вождя просто целые видеоряды собирает, и на самом деле весьма забавные, злые на язык, скажем так, и злые на взгляд. Смотрите сами, судите сами. Я, если честно, вот Бориса Тюменцева долго наблюдал, он стал одним из триггеров того, что я сам полез в YouTube. Вот. И, знаете, многое из того, что Борис Тюменцев снимает, выводы, на которые он наталкивает, кажется уж слишком жуткими и бредовыми. Ну что мы тут, карабас-барабас и людоеды? Но вы знаете, в чём дело. Вспоминается мне тут 2003 год, и один поцелуй в пупок на Красной площади. Если кто не знает, обязательно набейте в поиске в YouTube, Путин целует мальчика в пупок. А потом ещё Бориса Тюменцева изучите. Выводы, к которым вы придёте, будут ошеломляющими и чудовищными. К слову, об адренохромщиках я узнал впервые из фильма «Страх и ненависть» в Лас-Вегасе. Очевидно, кто-то из команды вождя, которому поручено пудрить мозги несчастной нашей аудитории целевой, решил использовать вот эту находку, чтобы хоть как-то приподнять подыхающий и пошатнувшийся авторитет товарища Трампа. Притом уж кто-кто бы долбился этим адренохромом, так сам бы Трамп это. Но при всём при этом гна Байдена списывать со счетов нельзя. Они там все походу такие, в общем, страшно думать о этом. Но, знаете, я лично чего не видел, а то меня говорить не буду. Но, если я не уверен в существовании ОНО, но вот что произошло с Арменией. Произошла революция в Армении вскоре, на волне которой Никол Пашинян, журналист, Говорун пришел к власти. Никол Пашинян, в принципе, подвергается огромной критике в Армении. Вот, всё больше и больше. Но ещё бы, Армения страна крайне бедная, просто нищая. А Армении народ очень нетерпеливый. А Никол Пашинян, несмотря на то, что сумел на гребне волны перейти к власти, больше ничем полезным отличиться не может, кроме того, что говорит адские совершенно одиозные вещи. Такие, как сыпал угрозами России даже, говоря, что вот Армяне, живущие в Краснодарском крае, тоже могут объявить о независимости. А? А? Ну, безумствует. И вот этой ночью люди штурмовали парламент Армении, набили морду вице-спикеру или спикеру этого парламента. В общем, авторитет Николы Пашиняна уничтожен. А теперь посмотрим не туда. Посмотрим на личность вождя. Ну, вот смотрите, Армения лишается большой части Нагорного Карабаха. Авторитет Николы Пашиняна уничтожен. Прилетели российские миротворцы, которых сейчас немедленно перебрасывают. Уже, возможно, они там развертываются. Начинают развертывание очень быстро. Советская школа позволяет, военная школа советская позволяет это делать. Вот. И получается, что Никол Пашинян стёрт порошок. Его авторитет. И он сам, и так далее. Это первое. Второе. Руководство Айрафистана знало о готовящейся агрессии Азербайджана и Турции задолго до начала фактического. Понимаете? Это однозначно. Это однозначно. Ну, никакими учениями не оправдать переброску такого количества военной техники и военных специалистов. Вот. Но они ничего не сделали, чтобы помочь дружественной Армении, с которой связан договором ОДКБ. Вот. Это была показательная порка. Порка от нацлидера целой стране и целому народу. Вот так вот. Это анализ мой. Я делаю такой анализ, но объективно выглядит это так. Вспомните Маргариту Симоньян, которая говорила, Никола Пашиняна написала в твиттере, что вот, а когда война-то начнется, куда побежишь? За Россию прятаться, что-то такое. А мы еще подумаем помогать тебе. Ну, что-то в этом духе там было написано. То есть, и Маргарита Симоньян, вхожая в эти круги, в властные круги, она, это, ей было донесено, она узнала. Вот. И выступила. А может, это был такой не очень трезвый разговор, кто его знает, что они там в этих элитах своих пуханых творят. Вот. А второе, школа Сириус, ставшая федеральным центром Сириус, федеральной землей Сириус. Что это означает? Это означает, что эта территория фактически становится неподвластной, неподвластной Краснодарскому краю, правительству Эрафистана, местным официальным властям. То есть, теперь, если вы наберете 0,2, находясь в Сириусе, ну, к примеру, я не знаю, что там происходит, к вам не приедет никакая милиция, это фактически уже, несмотря ни на что, это как бы и не РФ уже. Вот. Понимаете? На самом деле, эту конституцию стоит почитать, и монархического в ней найти можно чрезвычайно много. Вернее, абсолютизма. Абсолютизма. То есть, тотального захвата власти в отдельно взятой земле. Вот. То есть, теперь вот это вот Сириус, и не просто школа-пансионат, а там десятки тысяч гектаров, огромная территория вокруг, а все это является вотчиной нацлидера. Вот. Под непосредственным руководством его друга, хвиаланчелиста, смутным взглядом Ралдугина. И, в общем, что у нас вырисовывается? Вырисовывается у нас с вами персонаж весьма низкий, страшный, просто стремный, и мстительный, и коварный. Вот. И смотрите, и персонаж, которому совершенно плевать на людей. Не просто плевать, вот это истинный людоед. И то, что я называю его упырем, это, друзья мои, не для красного словца, и не для игры слов. Это всерьез. Вот, упырь в самом деле лишний, настоящий. Вот. И напоследок, амбишенка к торту, друзья. Вчера поздним вечером, или даже ночью, над Арменией пролетал Ми-24, вертолет огневой поддержки российских ВКС. ВВС мне больше нравится. И он был сбит азербайджанцами из ПЗРК. Азербайджан очень быстро, очень-очень быстро принес извинения, едва узнал, что это был российский борт. А российская страна эти извинения приняла мгновенно. Простой кеюшки. Понимаете? Кровавую оплюху зарядили, а они утерлись. Но это показывает... Не то, что нет, они такие абсолютисты, они готовы там... Они и Азербайджану-то покажут, Кузькина мать. Но эта вся... Эта война в глазах нацлидера это кровавая порка Армении. Вот так вот. Что ж, это исключительно моя аналитика, друзья. Я так вижу ситуацию. Ситуацию с федеральной землей Сириус. Впервые, потому что применена эта норма новой конституции именно там. Посмотрите, насколько чудовищна эта креатура, которая нами правит. Посмотрите просто. И там будет цветущий сад типа со своими правилами. Посмотрите Бориса Тюменцева. Я буду избегать лишних слов. Подписывайтесь, друзья. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Поддержите мой труд. Я в этом реально нуждаюсь. И сейчас особенно сильно. На самом деле, вот так у меня компьютер и гавкнулся. И снимаю я пока что исключительно на телефона. Когда снимаю на камеру, мне приходится клянчить компьютерное время у кого-то из близких. Вот. Что ж. Если вы решите поддержать мой труд, данные, как это сделать, вы найдете в описании. И там же вы найдете ссылку на резервный YouTube-канал. Подпишитесь на всякий случай, друзья. А то вдруг меня за язык мой длинный где-нибудь опять забанят или что-нибудь опять сделают. Что ж. Доброго дня, друзья. Помогай нам всем Бог. И напоследок скажу. Любителям самодержавия и абсолютизма, абсолютной монархии, поборникам обязательного призыва в армию. Вы знаете, для того, чтобы царь был хорошим и чтобы царское правление было чудесным, царь должен быть просто ангелом. Понимаете? Посмотрите, вот у этого абсолютной власти, что он творит. Он взял, попустил целую войну, в которой погибли десятки тысяч человек, были перемещены, огромное количество людей. И сделал он это исключительно из мелких личных обидок. И для того, чтобы показать остальным еще подвластному, что так будет и с вами. Господи, Армения и так не вырывалась из эрафистанской парадигмы бытия, потому что Армении деваться-то особо некуда. Нищая бедная страна в окружении крайне недружественных соседей. Но вот это было показательной поркой. А про Сириус, думайте сами, судите сами, школа-пансионат для одаренных детей. Посмотрите Бориса Тюменцева, если кто захочет, и вспомните, пожалуйста, один знаменитый поцелуй 2003 года на Красной площади. А ведь тогда это был поцелуй не одному ребенку, о всей стране. И поцелуй этот демонстрировал плавное. Я имею власть над вами и детьми вашими. Что ж, ну, если меня и после этого ролика не грохнут, я продолжу дальше, ну, как попрет. В общем, хорошего вам настроения. Помогай нам всем Бог, друзья. Они обнаглели и озверели в край. Субтитры сделал DimaTorzok